Добрый день, с вами компания Кровмонтаж. Мы ведем очередную серию по устройству мансардной кровли и монтаж фальцевой кровли под ключ. В прошлых сериях мы рассказывали, как мы перебирали пирог, новый вставляли утеплитель, подробно посвящали серии самому устройству пирога. В этой серии мы будем говорить уже, начнем о фальцевой кровли, а именно о устройстве водосточного жилоба, как он стационарного фальцевого и так далее. И произведем первый монтаж двух картин. Вот вы видите, сначала ставится первый лист, так называемый свес кровли. Он замковым способом цепляется за карнизную планку. Теперь познакомлю вас с очередным элементом. Это так называемая декоративная планка. Она прикроет, так сказать, стоячую часть водосточного жилоба. Почему она декоративная и зачем нужно прикрывать? Это не нужно было прикрывать, если бы лист был оцинкованный. А так как, видите, у нас полимерный металл, полиэстер, значит, тыльная сторона внутренняя имеет окрас грунтовки. И жилоб у нас будет, видимая часть грунтовки, смотреться на улицу. Естественно, мы декоративной частью это прикрываем. Вот здесь самый минимальный угол наклона водосточного жилоба. Здесь вот эту воронку мы тоже будем менять на коричневую. И здесь будет слив воды. Сейчас вы поймете чуть позже, зачем она нужна. О том я вам говорил. Может кто-то не понимает. Вот наберут по объявлению мастеров. Вот такие вещи получаются. Следующим этапом монтаж кронштейнов для жилоба. Что это такое? Это мы гнем самостоятельно изготавливаем. Режем из полосового металла. Толщиной 4 мм. Значит, предварительно сверлится, сгибается на специальном оборудовании и грунтуется, грунтовка. Эта важная часть, она будет держать жилоб, чтобы не развернуло его снегом, снеговой нагрузкой и так далее. Сами кронштейны крепятся. С междурядем мы используем где-то 50 см. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот мы приходим к следующему элементу. Сам жилоб стационарный, фальцевый. Вот он в разрезе. Смотрите. Здесь, в принципе, мы делаем 100 мм, 10 см. Значит, на ширину рулона и 2 см идет на загиб. Вот о чем я говорил, что тыльная сторона имеет грунтовку. Грунтовку и неприглядный вид. А декоративная часть, вот, и как раз это все прикроет, это пойдет на загиб. Так, после чего, как мы жилоб вставили в крюки, надо... За счет чего, чтобы он не уходил наверх. Делаются скрытые кольмера и прибиваются. Эти камеры будут держать сам жилоб. Они прибиваются, в принципе, через издуряди 50-60 см. Вот видите, вы видите декоративную планку. Значит, нам осталось только поджать, все совместить. Вот мы непосредственно хотим вам показать соединение двух элементов желобов, так как они... Станок гибочный у нас по 2 метра, и мы будем сейчас стыковать их между собой. Мастер согнул 2 см, здесь и здесь. и специальные, значит, герминизационной лентой битумной. Значит, ну, не дай бог, что вода усилит гарантийное свойство. Короче говоря, сейчас он снял защитную ленту. Зацепляем желоб. Вот, вот, встал, встал. И делаем зацепление. Вот. Недовит. Недовит. Стуковка прошла удачно. Да. Кияночку. Недовит. 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 И осаживает полиуретановой киянкой. Осаживает. Дальнейшим этапом нам надо сейчас прокатать на станке фальцевые панели. Вот мы размерили панель надо 6,70. У нас будет неразрывный длинный лист 6 метров 70 сантиметров. Мы сейчас спуская сняли размер и спускаемся к станку прокатаем панели и увидите их монтаж. следующий этап прокатаем лист из рулона 6,70 размера как наговорили. Вот, устанавливаем рулоны на роликовые разматываются. Так идет подача в станок фальцепрокатной. Вон, посмотрите, готовая продукция с ребрами жесткости. Сейчас мастер отмеряет 6,70 и листы могут быть до бесконечности длины. А этот гибочный станок не мгнутся все вот эти элементы карнизные боковые планки. Это непосредственно будет торец кровли. Ветровая боковая планка. Вон, их сколько нагнута. Это как раз с декоративной планкой линдо желоба. Мы устанавливаем гер-ленту и в районе стыковки водосточного желоба с панелью. Она будет по всей длине этой линии. очень хорошая кстати рекомендую удобная вещь. На битумной основе она вообще когда уже мастер отсадит киянка это место здесь вообще залипает конкретно и протечек протечки исключены. Защитный летом произведем подводку первой панели за желоб. Для этого мы чертим. Отрезаем 2 сантиметра на зацепь и действуем таким образом. И сгибаем по линии. Здесь в принципе мастера действует как каждому я сказал с руки. Есть я знаю что умники и умницы скажут надо этот лист обязательно на двойной фалец замутить. Обязательно как же так. Так я вам сразу скажу здравомыслящие люди что если вы будете шелезнем здесь куцать молотком загибая на двойной замок вы всю краску все покрытие здесь сомнете. Да медь согласен. А цинковку согласен. Ну крашеное железо подводить заиндовую на двойной замок я не вижу смысла. Вы все испортите движение. Мы подводим. Далее поджимаем щипцами и рассаживаем это все делаем с этими клеймерами начинаем монтировать вторую панель контролируя верхний зазор защитную пленку дальше гир гир ленты снимаем все попало в замок да надо немножко действовать аккуратнее чтобы не царапать покрашенное железо так 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 Так. давай проходить это вот просто одинарный замок финишная часть проходит стыкует замок уже двойном таким образом получается двойной замок в принципе на этом все с вами был кров монтаж до следующей встречи в очередных сериях будем рассказывать вам все что связано с кровлей не забывайте подписываться на наш канал меня зовут мороз алексей и компания кров монтаж и оператор василь до новых встреч